Ну, если кратко говорить о том, что такое совесть, как бы резюмировать нашу беседу, то можно сказать, что просто совесть – это и есть только первый уровень сознания, более низкий, потому что это уровень, базирующийся на восприятии и переживаниях, где минимальное мышление, если оно вообще есть. Часто мышления в совести вообще не существует. То есть многие просто переживают неправильность ситуации, но они могут ни осознать, ни понять, почему она неправильная. Просто неправильная, и все. Чувствую вины это называется. Так что совесть – это врожденный какой-то? Вообще врожденный. Точно так же, конечно, у нас есть несколько способностей, которыми мы можем обучаться. Есть способности непосредственные, то есть восприятие, переживание. То есть можно развивать, да? Можно развивать. За счет мышления. Но чувствую. Нет, дело не в этом, а за счет мышления или нет. Но мы многообразным образом относимся к миру. У нас несколько способов отнестись к нему. Не один какой-то конкретный, а вот способ один – мир стоит передо мной, и все. Нет, у нас много способов. И согласно этим способам, которые мы можем к миру отнестись, мир как вот, он, как я говорил, он разбит вот на эти пласты. Один из способов, каким мы к нему относимся – это с помощью переживания. Ну, в частности, например, переживание совести, чувство вины и прочее, чувство долга. Ну, это просто один из способов. Чем он плох? Он плох просто тем, что мы не отдаем себе отчет, почему у нас чувство вины. Вот у нас есть чувство вины, и все. Если мы просто следуем этому чувству вины, ну, и что? Цивилизованный человек, или, скажем, человек, который более развит, который поднялся на более высокий уровень, он пытается понять, почему же у него возникло чувство вины. Пытается разложить это чувство вины на какие-то слагаемые. И пытается осознать, в чем же проблема-то. Пытается осмыслить ситуацию. То есть пытается другими способами подойти к тому же самому. Отнестись к миру также из других пластов. Не только с одного, а с другого. Ну, например, если говорить кратко, допустим, вот и был Сократ. В свое время, что такое была моральность? Моральность это было действие в соответствии с инстинктом. Человек просто чувствовал, что это правильно, и он правильно действовал. Что делал Сократ? Сократ задавал вопросы. Допустим, знает ли человек, что такое добро и зло? Знает ли человек, что такое справедливость? И выяснял у таких людей, которые действовали инстинктивно, что они не понимают, как они действуют. Они просто действуют как-то инстинктивно, потому что они понимают, что так почему-то правильно. Традиция или такова, или потому что у них совесть, или какие-то другие основания. А Сократ предлагал, на самом деле, это осмысляет. То есть отнестись к этому с позиции мышления, попытаться найти некий общий принцип. Почему надо действовать именно так? Не просто потому, что человек считает, что так правильно и все, а попытаться найти основание. И основание это надо было бы искать в каких-то общих вещах, в каких-то идеях. Вот это движение осмысления, движение к неким конструкциям мысленным, к неким идеям, к неким, можно сказать, учениям, концепциям, теориям или прочим. Это и есть более высокий уровень отношения к реальности. Можно относиться к реальности непосредственно, исходя из переживаний, а можно относиться к реальности, исходя из неких внутренних конструктов и теорий. И мы, на самом деле, когда пытаемся сейчас разговаривать об этике, да, о христианстве, мы пытаемся к христианству отнестись с позиции некоторой теории, да. То есть не с позиции некоторого внутреннего переживания, скажем, нравится, не нравится. Вот это же тоже переживание. Можно сказать, допустим, тебе эта картина нравится, а другой скажет, а мне не нравится. Почему? И мышление, если вступает в этот разговор, в диалог, оно может, допустим, выяснить, да, почему бы эта картина не нравится. Можно попытаться как-то осмыслять это, да, как-то высказывать, как бы искать причину, да, вот то, что называется искать причину. И вот мы хотим подняться, да, и осмыслять уровень христианства не с позиции совести, а с позиции более высокого уровня. То есть с позиции мышления, то есть с позиции, ну, само мышление тоже ведь включено в сознание. То есть с позиции, нельзя сказать, что только с позиции мышления, а с позиции всех возможностей, какие есть. И переживания, и восприятия, и мышления, да, и многих других. Там воображение еще есть там и прочее. Но прежде всего нам важно, да, что не должна быть какая-то одна позиция. Потому что одна позиция, она всегда, есть такая проблема, да, проблема ошибки связана с тем, что как бы из-за того, что вот нет вот соизмерения нескольких возможностей, то мы не понимаем, о чем идет речь. То есть, как я уже говорил, да, это чтобы понять, о чем идет речь, это для того, чтобы осмыслять нечто. Необходимо недостаточно как бы одного способа отношения, нет, нужно несколько способов отношения. И в нескольких способах отношения мы можем выделить главный, да. Ну да, более совершенный прибор. Ну, можно и так говорить, более совершенный прибор, пускай будет так. И поэтому нам, почему нам, чем нам не удовлетворять совесть, что совесть это просто более низкий уровень, да. Хотя совесть точно так же принадлежит сознанию, и точно так же, конечно же, мы ориентируемся в том числе и на совесть, да, и на некое внутреннее переживание. Только вот оно просто, поскольку оно подносится к сфере инстинктов, да, оно нечто более низкое, да, оно более очевидное, скажем, для всех, да. Но, тем не менее, как бы оно само требует для того, чтобы понять, почему оно так действует, некого осмысления, да. То есть, поднятие на более высокий уровень. А более высокий уровень – это уровень сознательности, да. И в уровне сознательности мы используем разные способности мышления, восприятия, воображения и прочее. Ну, для того, чтобы нам двигаться дальше, на самом деле, необходимо вот припомнить. Помнишь, у нас семинар был по поводу откровения? Там просто была высказана правильная мысль, как мне кажется, да, и важная. Что не может богословие останавливаться на каком-то уровне, да, и измерить. То есть, всегда есть, всегда… Богословие, как и любая концепция, наверное, да, как и любая теория, она всегда имеет некую динамику, да. То есть, мы тогда разговаривали о динамическом богословии. Почему? Потому что, ну, если мы будем это переносить конкретно в богословие, то речь идет о том, что Бог – это бесконечная сущность, а мы – конечная, да. И на самом деле мы в истории движемся, ну, мы – это как бы человечество в целом, и каждый отдельный человек внутри своей личной истории, да, вот мы все развиваемся. И поэтому в каком-то отношении постоянно изменяется наше отношение с Богом. Бог, конечно, остается бесконечным, он может было бы говорить так, что он постоянно выступает в некотором непрерывном откровении. И мы это откровение должны быть готовы постичь. То есть, каждый исторический период или отдельный период в жизни каждого человека, они представляют собой вот периоды, когда человек может воспринять откровение, да. И, допустим, если берем исторический пласт, да, вот когда-то возникло христианство. Христианство – это был тот максимальный уровень, в котором люди могли воспринять откровение Божие. Допустим, если брать мусульманство, то это тоже для определенного рода людей, определенного рода местности, определенного рода культурных традиций был тот тоже некий максимальный уровень восприятия Бога, восприятия истины, да. Ну и, соответственно, и иудаизм, и прочие религии, допустим, можно даже языческие религии взять, все это просто указывает на те уровни, с позиции которых люди могли воспринять это откровение. То есть люди просто, для того чтобы, то в чем на самом деле проблема состоит? Проблема состоит в том, что, как ни странно, Бог, выступая в откровении, Он ограничен наше несовершенство, потому что Он не может нам всю полноту истинной высказать, потому что мы не можем ее воспринять. Мы ограничены, мы ограниченные существа, мы можем ее воспринять только в той мере, в которой мы способны это сделать. А наши способности, они всегда ограничены. Не важно, речь идет об историческом контексте или речь о каком-то другом контексте. Важно, что Бог может высказать только то, что хочет нам сообщить, используя только те формы, которые нам доступны. То есть, допустим, иудаизм, это был, истина была высказана определенным образом. Конечно, в каком-то отношении в иудаизме, возможно, даже и вся полнота есть. Но только эта вся полнота, она в силу определенной формы, в которой она дана, а именно иудаизм, она не является этой полнотой. Каждый раз есть некое ограничение по форме. Может быть, содержание полное. Может быть, содержание и полное. Но на самом деле форма другая. Восмысление не полное. Ну, форма лучше говорить. Потом, в христианстве эта форма более стала совершенной. Она более стала соответствовать содержанию. Но, тем не менее, она все равно не является поконечной формой. И вообще, есть представление о том, что и дальше откровение Божие будет развиваться. В зависимости от того, возникнут ли какие-то новые формы принятия этого откровения. И то, чем мы занимаемся, и то, чем мы хотим заниматься. Да, мы ищем новые формы, каким образом можно принять Божественное откровение. То есть, для того, чтобы его принять, нужно сначала найти некую концепцию, что ли. Найти нечто, что сможет вот это вот новое откровение зафиксировать. То есть, нужна концепция, которая может это откровение принять. Для этого нужно сначала ее разработать. Вот в чем связано с этой проблемой. То есть, иначе говоря, когда мы работаем над некой концепцией, допустим, философской, и пытаемся эту философскую концепцию применить в богословии, это означает, что мы пытаемся некую новую форму, которую мы создали, с позиции этой некой новой формы принять новое откровение. Потому что я, например, заранее не знаю, к чему мы придем. И ты не знаешь. И вообще, все эти семинары, они как раз посвящены тому, чтобы попытаться эту форму найти. Невозможно заранее все промыслить, невозможно излагать богословие, исходя из того, что заранее все известно. Может быть, в школе и можно так сделать. Сначала найти истину, а потом изложить. Но если речь идет о некотором исследовании, если речь идет о некотором настоящем движении мысли, то оно заранее не знает своих результатов. Получится, не получится. Может, вообще ничего не получится. Просто есть некое представление о том, что есть новая идея, скажем так. Попытаться богословствовать с позиции сознания. Вот есть философия сознания. Попытаться применить философию сознания также и к богословию. И те результаты, которые достигнуты философии сознания, а этому было посвящено много семинаров и отдельных выступлений, попытаться также осмыслить и применить тому, чем занимается богословие. Вот смотри, вот если у тебя есть некая концепция взаимоотношения, допустим, у людей, то ты можешь эту концепцию применить взаимоотношения с человеком и животным, или взаимоотношения с человеком и Богом. Потому что в каком-то отношении эти отношения подобны. И там, и здесь выстраиваются взаимоотношения неких субъектов. Правда, субъекты эти разные. Но если ты определенным образом понимаешь структуру взаимоотношений людей, то сделав определенного рода поправки, если речь идет о животном, то связанная с тем, что такое животное, если речь идет о Боге, связанная с тем, что такое Бог, ведь Бог же тоже какая-то личность, ты можешь надеяться на то, что ты, осмысляя отношения, например, человека и Бога с позиции отношения человека и человека, что-то поймешь. Вот пример. Хороший пример, да, вот. Часто упоминается о богословии, о непознаваемости Бога, что Бог является трансцендентным. А если вдуматься, мы берем два человека. Ведь каждый из нас по отношению к другому является трансцендентным точно так же. И вся проблема, которая выстраивается в взаимоотношении человека и Бога, а Бог тоже представляет собой личность, ну просто это личность абсолютная. Ну просто... А человек сам для себя не является трансцендентным, нет? Он познавает полный? Ну вот у Канта и человек для себя тоже является трансцендентным. Ну я тоже так думаю. Ну это понятно, да. Это понятно. Можно и так думать. В этом тоже нет ничего особенного. Так вот, человек смотрит на другого человека. Он, каждый из нас, себя-то немножко знает, но, видишь, у Канта получается, что человек себя не знает. Но будем считать, что... Немножко знаем мы и Бога, извините. Немножко знаем мы и другого. Когда речь идет о трансцендентности, речь идет о том, что мы познаваем в полноте. Согласен? Да в полноте ничего вообще не познаваемого. Вы забудьте про слово полнота. Ну а ты хочешь сказать, что будет нас вообще никак не познаваем? Почему? Ну а что ты понимаешь по трансцендентности? Вообще по абсолютно непознаваемости? Да, абсолютно непознаваемости. То есть ничего не можем знать о Боге? Вообще ничего? Ну как о вещи в себе? Ничего не можем знать. Нет, о вещи в себе мы что-то же знаем. Чего мы знаем? Кроме того, что она вещь в себе, ничего не знаем больше. Иначе говоря, мы сами заслоняем себя от Бога. Нет, подожди. Если понимать вещи в себе как... Давай я тебе просто сначала объясню, что такое вещь в себе. Вещь в себе, на самом деле, это некая сама по себе существующая реальность. Да. Но ты заслоняешь эту саму по себе существующую от себя самим собой. Правильно. Ну ты-то... Точно так же и Бога ты заслоняешь свою субъективность. Да это все понятно. Ну а вещи... То есть ты постигаешь... Не просто... Мы не знаем вещь как саму по себе. Да забудь ты. Но как что-то то мы ее знаем, вот стол как сам по себе существует мы не знаем, но как стол для нас то мы знаем. Ну точно так же и Бога ты знаешь для нас. Бога для нас, да. Ну и что это такое? Это твоя выдумка. Так же и говорят же все. Ну стол для нас тоже выдумка. Да. Но он же есть. Что значит есть? В ощущениях он есть? В ощущениях. Правильно. И пользоваться им можно. А Богом ты можешь пользоваться и ощущать его? Ну наверное можно как-то. Каким он может? В сердце. То есть каждый раз в опыте ты говоришь о столе и можешь предполагать, что как-то сам по себе стол существует. А как ты будешь говорить о Боге, который только мыслится? Нет никакой очереди. Ну сознание это и есть. Вот мы же пришли к выводу, что Бог это сознание. Мы строим концепцию. Ну. Мы пришли к выводу. И в сознании мы можем взаимодействовать с этим высшим сознанием. Нет? У тебя концы с концами не сходятся. Я же тебе объясняю. Чтобы постичь Бога, надо сначала выстроить концепцию, чтобы способ приемник выстроить сначала. Чтобы принять откровение, сначала надо выстроить приемник. А ты хочешь, чтобы у тебя заранее Бог уже известно что-то, а зачем тебе приемник строят здесь и заранее известно что такое Бог? И так все ясно. Ведь так и рассуждает любая конкретная религия. Она же не задается вопросом, как есть Бог. И как бы и заранее известно. В догматах прописано. И задаваться здесь вопросом не надо. Это только в богословии возникает вопрос. А каким образом мы постигаем Бога? Если Бог трансцендентен, как Он к нам приходит? Ну, допустим, про простоты выяснил вопрос. Есть нечто, что присутствует в восприятии. Нечто сопротивляющееся, упругое какое-нибудь. Деревянное, материальное, скажем так. Бог не материальный, как ты? Нет ничего такого самостоятельно выступающего ни в восприятии, ни в мышлении. Как он существует? В сознании. Пускай Бог существует в сознании. Тем не менее, мы на самом деле должны, чтобы удержать. Как идея, как дух. Хорошо. Но это же как идея. Ясно понимать, что существуют идеи, которые ничего не соответствуют в реальности. Надо же доказать на самом деле. Существуют такие идеи, которые ничего не соответствуют в реальности? А почему нет? Конечно. Например? Не знаю там. Ну, понятия, любые понятия, которые связывают наше знание в единое целое. Которые не представляют собой нечто конкретное. Качество существует? Количество. Категории, например. Все категории. Существуют ли эти категории сами по себе? Это абстракция наша, да. Или это просто абстракция? Просто абстракция. Вот это же непонятно, а каким образом эти абстракции тогда мы можем с помощью этих абстракций к миру относиться? Но математика не существует, это была абстракция. Реально, а ее нет. Это не сущность. Тем не менее, на основе математики существует современная физика. Да, но математика не сущность, это вот абстракция. Нет? Думаешь, математика это сущность? Тут все намного сложнее, Валя. Ты думаешь, что есть только два дилемма. Либо реально существует, либо не существует реально. Такой дилеммы-то нет. Это намного все сложнее. Поскольку ты всегда соотносишься с реальностью, и поскольку эти понятия существуют всегда во взаимоотношении с реальностью, нельзя сказать на самом деле, принадлежат ли эти понятия только тебе, или на самом деле они представляют, или есть нечто, что соответствует в мире этим аспектам этих, которые выражены в виде понятий. Математика в некоторой степени отражает реальность, как вот язык любой. Но математика точно без нас не существует, язык без нас не существует. Все эти категории, которые ты там приводил, все эти элементы абстрактного мышления, они без нас, без нашего сознания не существуют. Поэтому считать их сущностями, мне кажется, нельзя. Если бы они могли существовать сами по себе. Еще раз говорю, вопрос не ставится так, или-или. Не так вопрос стоит. Объясняю почему. Потому что не существует возможности оторваться от мира. Если бы мы могли от мира оторваться, тогда бы такая или-или существовала. Но где существует математика сама по себе? Есть математика? Ну не можешь ты сказать. Ну а можно ли само по себе что-нибудь знать? Они в отношении к нам. Всегда есть субъект-объектные отношения. Всегда. Не можешь взять субъект и изолированно взять от объекта. И объект от субъекта изолированно взять. Ты же своим сознанием можешь понять, что стол существует сам по себе, независимо от тебя? Ну... Или ты не можешь этого осознать? Ну а почему? Есть представление о том, что стол является только иллюзией. Почему не? Скажем так, есть предметы, вещи. Есть некий способ, каким мы можем о них удостоверяться. Мы можем удостоверяться о них чувственно. Да, в ощущениях. Да. А Боге чувственно удостоверяться нельзя. Нету таких ощущений, которые бы нам давали Бога. Есть некие переживания. Да? Об этом потом можно будет нечто поговорить. Но все равно в неком... Но все равно это не ощущение. Понимаешь? Вот есть некие внутренние переживания, но они не ощущения. Да. Из этого следует, что так нельзя будет отнестись к Богу тем способом, что есть некий независимый способ, каким мы к нему имеем доступ. Вот независимого способа доступа к Богу нет. И этот способ нам надо каждый раз выстраивать. А выстроить его надо сначала внутри себя, чтобы понять на самом деле, куда надо обратиться, чтобы обратиться к Богу. Потому что изначально никакого такого места, куда можно обратиться, его нет. Потому что... Почему его нет? Ну, скажем, неправильно говоря. Его не то, что нет. Оно заранее не задано. Неизвестно, что это такое. Ведь речь же не идет, на самом деле, о слове. Правильно? Ведь от того, что я скажу слово Бога, ничего ведь не изменится. Мы ведь, на самом деле, когда говорим о Боге, имеем в виду не просто слово, а уже имеем в виду, как ты говоришь, некую сущность. Мы должны знать, что это за сущность, если вообще к Богу отнестись. Если люди надеются на то, что, удержав слово Бог, они, на самом деле, говорят о Боге, то они глубоко ошибаются. Потому что для того, чтобы это понять, достаточно вместо слова Бог употреблять какое-то другое слово. Да? Ведь, на самом деле, в слове важен смысл, а не само слово. Точно так же, как в определении. В определении то слово, которое является определяемым, оно не должно иметь никакого другого смысла, кроме того, что дается, так сказать, в виде раскрытия определения. Потому что определение оно должно полностью определить определяемое. Никакого постороннего смысла это определяемое иметь не должно. Точно так же и Бог. Он не имеет никакого смысла, помимо того, которое мы ему в качестве предикатов предаем. Потому что слово Бог – это пустое слово. Это просто некий носитель. Да? Смысл, который мы должны к нему еще присоединить. Ну, допустим, мы присоединим к нему смысл, что Бог есть Творец. Потому что этот Творец – это некий предикат, который мы присоединили к Богу. Да и слово Бог приобрело смысл. А именно, что это то сущее, которое является Творцом мира. Да. Само слово Бог, как бы, оно является только носителем вот этого. Как бы, как можно сказать, было бы вместилищем предикатов, которые мы предистируем. Такому сущее. Так же можем еще сказать, чем Бог не является. Так вот, это то, что ты сейчас говоришь о том, что Бог является и Бог не является. И вообще говоря, разговор о предикатах – это и есть разговор о мышлении. Потому что мышление так строит отношения с тем, о чем оно говорит. Оно придает чему-то какого-то определенного рода слова. Термин или понятие. И потом это понятие раскрывает по мере развития своей логики. У нее есть какая-то внутренняя логика, и она эту логику использует для того, чтобы развить это понятие. Вот, допустим, она говорит слово Бог. И она говорится, например, что Бог является Творцом, Бог является всемогущим, всесильным, всезнающим и прочее. Она на самом деле помещает это слово, этот термин или это понятие в сферу своих схем мысленных. И полностью как бы развивает. И, в принципе, существует, ну, по крайней мере, можно и с философской точки зрения брать, например, разветвленная философия Гегеля, которая, вообще говоря, сама утверждает, что вот та логика, которая прописана на логике, это и есть, собственно, Бог, как он есть в своей чистоте. То есть, собственно, можно с помощью мышления создать некую разветвленную логическую структуру, и вот эта логическая структура, как целая, она будет являться тем, что называется Богом, да? Абсолютно будет неким. Это один способ. То есть, можно, иначе говоря, Бога определять через мышление, да, и через то, что мышление, какой бы мы термин или понятие не бросили в мышление, да, всегда в силу того, что все понятия связаны с друг другом, да, вот, образуется некое контекстуальное значение. И вот только текстуальное значение, которое привлекает Бог в мышлении, вот, в частности, можно выразить простым словом, что Бог и есть, собственно, вот мышление, да, в своей наибольшей существенности. Потому что мышление в своей наибольшей существенности – это логика. Как у Аристотеля Бог. У Аристотеля же Бог тоже мышление. У Аристотеля Бог мышление, да. И у Гегеля Бог мышление. Просто у Гегеля он идёт дальше, да, немножко. Потому что у Гегеля не просто Бог мышление, а у Гегеля… Я не согласен с этой мыслью. Я просто считаю, что это мышление – это один из способов познания Бога. Не, но мы как раз к этому идём. Единственный, может быть, не главный совсем. Не, мы к этому идём, на самом деле, с тобой. Мы с тобой хотим сказать, что вот эта вот мысль, Мысль о том, что Бог есть мышление, это является вершиной мысли богословской. Ну, я имею в виду богословская не в смысле религии, опять же, да? Потому что есть, конечно же, некие религиозные догматы, как бы, и мы их не собираемся здесь оспаривать или вообще там обсуждать. Мы пытаемся подойти к проблеме Бога с позиции вот никаких общих соображений, да, вот, никаких общих размышлений, безотносительно как бы догматики. Может быть, мы когда-нибудь, можно, достигнем и догматики, и конкретики, но не сейчас. Так вот, вот с позиции такого общего подхода к богословию, вершиной, как бы, богословской мысли является то, что Бог есть мышление. Что здесь неправильно? Не, ну, вот это, может быть... Бог не есть мышление, Бог познается через мышление. Не, ну, когда мы говорим, что... Осмысливается. Нет, когда мы говорим, что Бог есть сознание, другие говорят, что Бог есть мышление. Это просто разные мысли. На самом деле, когда... Ну, что такое мышление? Мышление – это логика. Потому что Бог есть логика, что ли? Да, Бог есть логика. Но только не логика неформальная, а специфическая логика. Ну, Булат, мы же не можем даже про тебя сказать, что Булат есть логика. Я не логика, а... Ты же больше, чем логика, согласись, у тебя есть руки, ноги, ты писаешь, какаешь, кушаешь, там, гуляешь по улице, получаешь удовольствие, работаешь, там, сказать, что Булат есть логика, конечно, обиднит тебя. Да дело не в этом, это дело в том, что ты логику неправильно понимаешь. Потому я иконичное существо, что я являюсь материальным. Понимаешь? Вот есть некое существенное всего мира, во всем есть нечто существенное. Вот можно было бы так сказать. В природе есть законы природы. Понимаешь? Можно было бы так сказать. Но Бог не свойствует к законам природы, потому что закон природы это некая тоже частность. Вот если обобщить вот это понимание некой структуры мира, смысловая структура мира, можно было бы так сказать. Логика мира. Да, логика мира, смысловая структура мира. Вот она и есть Бог. Иначе говоря, можно было бы так сказать, некий проект, некий план мира. Хорошо, Бог тогда не личность, понимаешь? Почему? Ну, логика это не личность. План мира и только план мира, понимаешь? Как сказать? План мира может быть записан в книге. Я тебе сейчас могу. Послушай, послушай. План мира может быть записан в книге. Валя, ты... Это стоит на полке, подожди. И книга не является личностью. А вот человек берет, и личность берет эту книгу, начинает читать и видит план мира. Понимаешь? Вот я, человек. Бог-то получился как книжка на полке. Нет. А никак лично. Просто для этого надо Гегеля знать и читать. Нет, не так. Я же не могу тебе, на самом деле, вместе с тем, что говорит о том, что Богу понимать, как мышление, одновременно излагать всю философию Гегеля. Одновременно это мышление понимается и как саморазвивающееся мышление. То есть, как некий субъект. Не просто мышление, просто какая-то вещь или объект. Он и одновременный субъект, саморазвивающееся мышление. Понимаешь? Он одновременно и дух. Вообще, у Гегеля мышление и сознание, они в бесконечном вершине. Они не различаются. И поэтому у него Бог, когда он называет Богомышлением, он имеет в виду, что Бог есть также и сознание. Дух, который пронизывает мир. Да, Дух, который пронизывает мир. Дух же это субъект. Ну, план, который пронизывает мир, Дух. Нет, просто это Дух является не просто... Сказать Дух, сказать Бог, это сказать нечто абстрактное. Так у Гегеля Бог развивается, да? Да. Он не является всиплом. Ну, там не так просто все. Что значит развивается? Есть два плана. Есть план исторический, а есть план логический. В логическом плане Бог заранее уже существует весь. Но этого недостаточно, что Бог существует только в логическом плане. Для того, чтобы Бог развернулся, ему нужен также план исторический. Реализация нужна, да. Что такое Бог творит мир? Зачем? Вот вопрос же ведь так стоит. Вот Бог как логическая схема заранее существует, он уже есть. Но Бог творит мир, чтобы эту схему реализовать. Створить человека и все, и так далее. пройти историю понимаешь то есть это есть ответ на вопрос зачем бог творит мир трудно понять почему в твоих мире сипов является это я абсолютно совершенствами мы ничего не надо и никакой нет потребности чтобы вообще были изливаться как бы и творить нечто другое и то что он сотворяет качестве мира но не может быть бы богом то что бог один не может быть два года два бога это некая противоречия логической бог всегда один то есть он всегда совершит это может создать только нечто менее совершенное чем он сам зачем бог творит мир несовершенно чем сам даже некий парадокс но этот парадокс мы не можем на него ответить кроме того сказать что так таково как бы воля такова воля божья то есть бог как чистая некая схема лучше структура схема зарезервирована за другими вещами структура логическая это не для самосознания своего как он еще может себя познать если бог для самосознания это делает значит бог был не всесильным не всезнающим что же значит он заранее себя не знал что ли ему нужно некое посредование для того чтобы к себе прийти это как-то странно для бога то то есть можно конечно так рассуждать как ты но это было бы означало что у бога есть некий недостаток и бог этот недостаток путем рефлексии как бы снимает бог жене иdetник неrica полнота который не имеет никакого недостатка не могут опознание он не нужен можно говорить о том что это обостренное не возникает из силы того что поскольку бог полнота то просто ээ3 частоте это полнота и ソстей иру crises ована я boat не так получается что это не государ万 так что бог поскольку она Tubons акин как говорят в схоластике, актуальность всех своих возможностей, то поскольку была такая возможность как сотворить мир, и она просто является актуальной. То есть именно Бог как бы изливается из полноты, то есть это уже на самом деле немножко богословие другое произливается, про эманацию, но тем не менее везде логика состоит в том, что всегда немного странно, почему существует только не Бог, почему вообще существует так же и мир. И ответить на этот вопрос сложно. Можно сколько угодно придумывать оправдание, почему Бог сотворяет мир, но на самом деле всегда будет проблема, почему Он это делает. Потому что как бы для Бога мир не нужен. Потому что Бог как абсолютное совершенство и полнота должен, как у эпикурейских философов, боги где-то каких-то других мира существуют, и они не вмешиваются ни в дела человеческие, ни в дела другие, в дела мировые. Почему? Потому что в этом случае они потеряли бы свое внутреннее абсолютное блаженство, в котором они находятся. И это означало бы в частности, что им что-то нужно, что вмешиваясь в дела людские, в дела вообще мировые, это означало, что они имеют некий недостаток, что они не имеют абсолютной свободы, что они ангажированы вот этим внешним. Ну да, некий необходимый. Вообще говоря, существует исходная фундаментальная проблема, зачем Бог создает мир. Я хотел к ней как-нибудь потом подойти, но раз она лучше высказалась. И эта проблема решить ее трудно. Я думаю, может быть, вообще невозможно. Кроме сказав какие-то более правдоподобные версии, почему это так. Но тем не менее это факт, поскольку мы живем в мире, и мир есть. Тем не менее факт, что Бог этот мир создал. Поэтому мы всегда должны отталкиваться от того, что уже мир и создал, и что Бог его создал. И исходить из того, что зачем-то это нужно. Так вот эта схема, если брать опять же гигельскую философию, некая мыслительная структура, она существовала в своей чистоте где-то как бы до времени, вне истории, в логическом плане. И она как бы входит в историю, то есть создает этот мир и проходит историю именно для того, ну для чего-то, короче. Она это делает. Это непонятно нам. Мы не можем во всей полноте однозначно ответить на вопрос, почему это делает. Но тем не менее она это делает. И приходит, как ты говоришь, к себе. Только приходит она каким образом к себе? Она снимает себя в историческом плане, как бы, и логическое сочленяется. То логическое, которое было до движения, то логическое, которое было после. И, видимо, то, что это и то, и другое логическое, одно и то же логическое, что они торжественны друг другу, в этом есть какой-то там экстаз, я не знаю. Просто в этом философии Гигеля есть вот эта проблема, на самом деле, зачем вообще Богу нужна история. Но эта проблема не только Гигель, это проблема любого богословия, где изначально Бог предполагается в виде некого мышления, некого логического плана, да, вне мира. Кстати, почему, кстати, Бог еще мышлением является? Тоже надо. Потому что он должен быть вне мира, да, вот Бог творит мир из ничего. Вот это должно быть позиция вне мира. Ну, знаешь, мне вот из нашего опыта, потому что это смешно покажется тебе, мне кажется, что если бы Бог не создал мир, да, и вот не было этой самой реализации, слышишь, то он был бы каким-то таким, как сказать, неполноценным Богом. То есть как раз вот разворачивает твою мысль, что от его полноты как бы была такая возможность, да, я просто эту мысль хочу немножко друг иначе показать. Не то, что бы, все правильно ты говоришь, что из полноты была такая возможность, она реализовалась. Но если бы эта возможность не реализовалась, на этом хочу вас заостриться, то тогда Бог был бы неполноценным. Почему? Это было бы неполноценным. Понимаешь, и Бог всегда является отрицанием этого иного. Ну, косвенным образом, да, через контекст. То есть Бог не является тогда абсолютным. Бог является абсолютным только тогда, если мир создан из ничего. И это существенная мысль. Что мир создан из ничего, это означает абсолютную мощь Бога. Не так, что мир и Бог могут быть некие соизмеримые сущности, они не рядоположные сущности. А Бог всегда превыше мира, да, но Он его создал. Ну, зачем Он его создал тогда? Тогда другая проблема возникает. Там была проблема абсолютности Бога, поскольку рядоположный мир был, да, если мир вместе с Богом существовал предвечно. А здесь другая проблема. Раз есть и мир был создан Богом, и мир не существовал предвечно. Возникает проблема, зачем Бог творит мир вообще? Зачем Он творит нечто несовершенное? Зачем? Почему оно несовершенное? Потому что оно не в своем отношении оно совершенное. Оно несовершенное по отношению к Богу. Потому что высшая совершенность – это Бог, а мир не является Богом. И поскольку мир не является Богом, то он и является в этом высшем совершенстве. Он является каким-то относительным совершенством. Ну, должен же был у Него быть какой-то творческий акт. Ну, иначе это просто... Ну, что значит должен? должен. Вот ты вот опять же пытаешься человеческое... Человеческий, ну как-то, я не знаю. Бесплодный тогда какой-то вообще. А почему он должен быть плодный? Почему ты опять переносишь какие-то человеческие оценки на оценку Бога? Ну ладно, давай этот разговор оставим. Просто разговор, я просто еще хотел один момент заметить. Почему Бог мыслится как мышление? Потому что именно в мышлении Бог как бы стоит вне мира. Мы когда находимся в позиции мышленец, каждый из нас, мы как бы находимся вне мира. Потому что мышление это нечто, как бы принадлежащее нам. Мир, который у нас захватывает восприятие, он как-то вот в этом восприятии застревает, да, а о мышлении мы как бы свободны. И всегда говорят о том, что о мышлении мы свободны. И поэтому Бог как мышление, он как бы вне мира находится и это та позиция, из которого он может как из ничего творить вот этот мир материальный. То есть в каком-то отношении понимание Бога как мышления, оно так же базируется еще и на этой мысли. А, еще одна мысль есть. Еще мышление всегда является продуктивным. Невозможно, например, сознание мыслей продуктивным. Потому что сознание скорее нечто, что открывает, да, горизонты, расширяет там области, да, там как бы. Сознание всегда связано с некой ясностью, с неким как бы прозрением, да. А мышление, оно вот связано с неким захватыванием, да. Мы говорим, когда мы говорим о знании, да, и говорим о том, что знание – это сила, да, мы имеем в виду именно вот эту силу мышления. То есть с помощью мышления вот мы можем как бы выявлять, захватывать некие новые, новые знания, да, и с помощью этих новых знаний, как бы, потом преодолевать препятствия и прочее. То есть мышление, оно вот именно действенное. Именно в мышлении проявляется мощь Бога, да, потому что он в помощи мышления, потому что его мышление, в отличие от нашего, является также актуальным мышлением, да, вот наше мышление, оно как-то отдельно от мира, а у него он сразу мыслит, и то, что мыслит, сразу актуализируется. Так вот, но мы хотим сейчас понять Бога, как сознание, хотим отделить все-таки сознание от мышления и понимать его как сознание. Так вот, с позиции того, что Бог является сознанием, тут возникает другая трудность, потому что сознание невозможно мыслить как нечто продуктивное, ну, или, скажем, сложность мыслить, потому что ничего нет вне сознания. Да, вот, вне мышления существует воспринимаемое, да, материальное. И можно пытаться выстраивать какие-то взаимоотношения мышления и воспринимаемое. А вне сознания ничего нет. То есть все находится в некотором сознании. То есть и мы, если мыслим Бога как сознание, находимся в сознании Бога, и все находится в сознании Бога. Да, тогда все встает на свои места, потому что если Бог мышлений, то кто же является носителем этого мышления. А если Бог сознания, то, в общем-то, и это и есть носитель. Мышление включено, туда много чего включено. Самое любопытное, что… Сознание является неким абсолютом, может существовать само по себе, а мышление само по себе не может существовать. Там все нужно оговориться, как Дух или еще что-то. Нет, когда мы говорим как Дух, мы присоединяем к мышлению сознание. Дух, потому что это категория сознания. Когда говорится, что Бог есть Дух, то имеется в виду, что Бог есть сознание, конечно. Другое дело, что в Духе нерасчлененно всегда понимали не только сознание, но и мышление. И вообще мышление от сознания не отделяли. Всегда мыслили его как общее нечто. Что такое переосмыслило? Да, здесь фактически это отделение сознания от мышления, это существенное наше нововведение, скажем так, в рассмотрении богословия. Это ты у нас? Да нет, это… В общем, вопрос важен в том отношении, что если мы мышление от сознания отделяем, то у нас есть возможность осмысливать Бога как сознание. Это некая новая конструкция, которая требует своего проговаривания. Что тут возникает? Какие разговоры возникают? Но прежде всего возникает разговор, связанный с тем, что вне сознания ничего нет, и поэтому Бог не может выступить из какого-то там… скажем, из ничего создавать мир. Нельзя Бога от мира отделить. То есть, пока Бог в сознании и мир находится в Боге. Да, все находится в сознании. И мы находимся в Боге, и мир находится в Боге, и все в нем. И понимать то, что Бог создает мир из ничего, можно только тем способом, что внутри Бога, внутри божественного сознания возникает мир. А не так, что Бог находится в каком-то отношении как бы вовне. Потому что мир отдельный, а Бог отдельный. Вот как в своем отношении мышления и того, что воспринимается в реальном. Вот нет такого внешнего отношения. Отношения как бы внутренние. То есть, внутри сознания Бог осознает то, что мы сейчас называем миром, да, и этот мир есть. И пока Бог осознает этот мир, да, то этот мир есть. Иначе говоря, тогда вот возникает тот ответ на тот важный вопрос, который вы сказали, что Бог создает мир. Он его создает просто тем способом, что поскольку он сознание, он не может не сознавать. Сознавая, он реализуется. Да. Просто… Это просто свойство. Когда промышло. Получается, что мир – это просто свойство Бога. Нет. Просто когда мы говорили про мышление, и когда что Бог представлял собой мышление, то там надо было… И Бог был отделен от мира, да. Надо было объяснять, почему Бог создает нечто от себя отделенное. А когда, если мир находится в Боге, то не нужно мыслить, что он нечто отделенное от Бога, да. И поэтому не надо нам объяснять, зачем Бог создает мир. А просто в сознании, в том сознании, которое представляет собой Бог, в абсолютном сознании, существует мир. Поскольку сознание, как и наше сознание, имеет много содержания. Например, наше сознание имеет и восприятие, и мышление, и воображение, и переживание. Точно так же и сознание Бога. Поскольку оно абсолютная полнота, в нем все есть, в том числе и мир наш. В том числе и реализация. Прямо сознание Бога реализуется. Он промысливает его. И еще раз говорю, ты все пытаешься запутать. Про какая реализация? Не нужна здесь никакая реализация. Реализация нужна там, где Бог отделен от мира. Там нужна реализация. Там нужно объяснить, почему Бог вступает в мир, который ему чушь. Бог создал мир. Мир отделен от Бога. Зачем Бог в него вступает внутрь? Зачем он входит? Зачем, например, как Христос? Там это необходимо. Еще раз, не торопись. Как понимается воплощение Иисуса Христа по-человечению? Можно это понимать просто конкретно, что в какую-то конкретно человеческую личность вошел Бог. А можно это понимать на самом деле более осмысленно, более богословски. А именно, что Бог вступил в этот мир, который сам же и создал. Вот Бог создал нечто, отделенное от Себя, мир. Он отдельно. И Бог взял и в него вошел. То есть, Он его одухотворил. Он вошел Своим Духом внутрь мира. Зачем? Вот в чем проблема, если Бог есть мышление. Потому что была такая возможность. Правильно. Но я же еще раз объясняю. Если Бог есть мышление, и Он отделен от мира. Зачем Он входит внутрь мира, если Он сам отделил от Себя мир? Смотри. Если Бог мышление, то Он творит мир из ничего. Почему? Потому что, если бы Он, во-первых, мир не творил, а мир был всегда, то Он не был бы абсолютным. Поэтому Ему нужно и мир творить. Хорошо. Если Он мир творит, значит, Он не является сам миром. Потому что, если бы Он был миром, Ему творить Его было бы не надо. Но Он его творит. И Он творит не просто мир, как самого себя. Он же самого себя не может творить. Он творит мир, как нечто иное. Но Он творит это мир нечто иное, как отделенное от Себя. Тогда возникает проблема. Это вторая проблема. Потому что первая проблема была связь, зачем Он вообще его творит? Сидел бы один, и Бог существует как одно. Ему ничего не надо. Почему возникает нужда во всем другом? В ином. Вот хорошее выражение. Вот Бог одно, зачем Ему нужно иное? Оно Ему не нужно. Если иное Ему нужно потому, что Он чувствует в себе неполноту. То есть, в смысле как бы того, что это иное дополняет Его как одно. То это бы означало на самом деле, что Бог не является абсолютным. Что Он на самом деле является чем-то относительным. То есть, относительным иным. И если Ему нужно было бы иное. Но я боюсь, мы так конечно вступим в философию неоплатоников. Потому что этого не хотелось бы. Поэтому мы немножко опять вернемся к нашему здоровому. Так-то я могу конечно и философию неоплатоников сейчас быстро развернуть и свернуть. Нет. Просто если Бог мышление, то Ему мир нужен как необходимость для Него. Как один из возможных вариантов. Да нет. То есть, если Бог есть мышление и Он отделен от мира. Ну. Как материально. То мир Ему не нужен. Нет. Он же абсолют. Такая возможность есть. Но. Он ее реализовал. Но это перетянут за уши. Хорошо. Он ее реализовал. А не случилось ли так, что Бог реализовал эту возможность, потому что Бог не является планом. Реализовал эту возможность. Появилась возможность войти в этот мир. Он вошел. Да. Вот тут и состоит вторая проблема. Зачем Он входит в него. Создал мир. Хорошо. Допустим. Потому что такая возможность появилась. То есть войти в Него. Да. Ну, видишь, каждый раз натяжки какие-то возникают. У Бога была возможность войти в этот мир. Он вошел. Он уничтожил этот мир. Он уничтожил его. Была возможность возродить. Кстати, у Бога была возможность мир уничтожить, но он не уничтожает его. Он уничтожал его по всем этим мифам, всех религий. Как он уничтожал? Так уничтожал. Потоп там был? Потоп, он потоп внутри мира был, как мир там уничтожен был. Да, он человек уничтожил. Ладно, не важно. В общем-ка, вторая проблема состоит в том, оставим эту проблему на потом. Давай так, потому что иначе мы так будем долго топтаться на одном месте. Надо просто сначала логический путь весь пройти, а потом уже как бы осмыслить отдельные его моменты. Бог зачем-то входит в этот мир. Это и есть воплощение. Понятное дело, что для христианства важно воплощение в человеке, исходя из догмата. Но на самом деле изначальный смысл важный, что Бог вообще входит в этот мир, который создал. В эту материальность зачем-то входит. И это и есть некое падение. И если Бог как мышление входит в этот мир, там на самом деле не просто мышление, там мышление и сознание... Почему это именно падение? Ну а зачем он мир создал? Мы уже обсуждали. Зачем ты создал? Хорошо, создал ты отделенный от себя мир. А зачем ты в него еще входишь? Ну вот Стас, представь. Стас, говорю, Валя, представь. Ты создаешь стул. Мастер ты. Умеешь создавать стулья. Делаешь стулья, делаешь стулья. И вдруг тебе... Я уж не спрашиваю, зачем ты стулья делаешь? Ну, у тебя есть какая-то причина, делаешь стулья. Хорошо. А зачем тебе в стул-то внутрь входить? Ведь это та же самая логика. Вот Бог создал мир. Зачем он в него входить? В чем смысл-то? Чтобы его он духотворить? Это не объяснение. Ну ладно. Я говорю, этот вопрос тоже оставим. Бог вошел в этот мир. И это и есть Боговоплощение. И каждый раз тут возникают такие проблемы, если Бог понимается только как мышление. А если с позиции сознания об этом обсуждать, то Бог и не создавал ничего от себя отличное. Поскольку Бог есть в сознании, и все есть в сознании. То и мир есть в сознании. То и одухотворенность этого мира, она просто изначально была в Боге. То есть мир всегда был в Боге. И всегда находится в нем. Он всегда одухотворен. Не было такого момента, когда он не был одухотворен. Вот этого момента вхождения в мир, оно не нужно. Потому что Бог всегда в мире. Он как бы всегда, дух, всегда в мире находится. Потому что все находится в сознании. Вот в христианстве, да? Все находится в духе. Всегда. Но там, правда, речь, конечно, идет об общении, прежде всего. Но мы сейчас, говорю, пытаемся осмыслить богословие. Поэтому нам приходится немножко от более первичных оснований обсуждать этого вопроса. Так вот, если Бог есть в сознании, то мир находится сразу же в Боге и всегда находится в духе. И не бывает такого момента, что мир находился бы не в Боге и не в духе. Вот это вот конструктиво, да? Что сначала ничего нет, потом Бог мир создает из ничего, а потом он в него входит. Вот этой последовательности нет. Всегда есть сразу Бог в сознании и мир в сознании. И нет последовательности. Вот это не нужна вот эта последовательность. Только для мышления эта последовательность нужна. Да, для сознания не нужна. Почему для мышления нужна последовательность? Потому что мышление всегда движется умозаключением от одного к другому. Да. От одного к другому следует. Да, осознание это пейзаж, это карта, это некое пространство. Оно сразу есть во всех своих особенностях, сразу целиком дано. Ему не нужно вот так двигаться, это мышление только двигается от одного к другому, от одного к другому, как бы говорят, как считает время оно есть. Вообще мышление всегда разделяет. Вот если взять, опять же, вернусь немножко к неоплатоникам, то неоплатоники говорили, что одно, оно не является умом. Почему? Потому что ум всегда разделяет, ум всегда дробит, ум всегда переходит от одного к другому, потому что ум всегда умозаключает, движется в некотором потоке во времени, а одно вне времени. И поэтому на самом деле одно не ум. Но это как бы то, о чем мы сейчас говорим, это то же самое. Вот это одно неоплатоников и наше сознание, это один и тот же срез. Просто в различных философиях. С точки зрения платоников это одно, это одно, это и есть наше сознание. Вот что очень важно. Что если мы отказываемся от представления о Боге как о мышлении, то прекращается вот эта вся эволюция, что Богу не нужна никакая эволюция. Просто мир всегда находится внутри Бога. Но он находится внутри Бога не в том смысле, как в фантеизме. Он находится внутри мира в том смысле, в каком в нашем сознании находятся другие вещи. Например, я сижу сейчас и нахожусь в сознании. И в моем сознании находится стул. Но понятно, что в моем сознании этот стул находится тем способом, что я воспринимаю этот стул, а стул находится там где-то, да, материальный стул. Он отдельно, а я отдельно. Я воспринимаю только образ этого стула. И поэтому в каком-то отношении сам стул существует сам по себе, а я существую сам по себе и только вижу этот образ. Но в Боге не так. В Боге вот этого вовне, да, вот этого пространственного отношения нету, потому что сознание Бога таково, что вне него ничего вообще нет, и поэтому... Мир есть часть сознания Бога. Да, именно так. Но только я просто хотел пояснить по аналогии с тем, как мы воспринимаем, допустим, вот этот стук, что когда в Боге находится мир, то он не так находится в Боге, как в нашем сознании, как нечто другое, а полностью находится. То есть его материальность в каком-то отношении есть, если можно так выразиться, свойство сознания Бога. То есть сама материальность есть нечто специфическое именно самого сознания. Наше сознание, вот если, опять же, обращаться к аналогии, здесь, кстати, надо несколько слов сказать, почему я каждый раз говорю аналогии. Дело в том, что вот я вот уже говорил о том, что вот есть некое откровение Божие, которое всегда на нас изливается, а мы по мере наших способностей, по мере наших возможностей его можем воспринять, а можем не воспринять. Да, все зависит от того, готовы мы к этому или не готовы. Так вот, вот эта мысль, она также простирается и на то, как мы можем Бога понимать. Да, вот у нас есть некая аналогия, а именно мы выстраиваем концепцию, допустим, концепцию того, что Бог есть сознание. И выстраиваем его на том основании, что мы понимаем, что такое сознание. Точно так же, когда выстраивают концепцию, что Бог есть мышление, всегда они имеют в виду не просто какое-то мышление непонятное, а именно собственное мышление. Да, то есть всегда все выстраивается, исходя из некой аналогии внутренней, которая понятна. Вот мы в прошлый раз говорили о понимании. Вот у нас есть нечто, нам нечто понятное. Понятно нам наше сознание, понятно нам наше мышление. И мы можем выстраивать понимание Бога, исходя из того, что такое наше сознание, как оно соотносится с миром и прочим, и что такое наше мышление. И поэтому всякий раз я буду отсылать к этой аналогии, к тому, что представляет наше сознание. Когда мы понимаем Бога как сознание, мы в некотором отношении понимаем его, исходя из того, что нам понятно относительно нашего же сознания. Мы относительно нашего сознания что-то понимаем, нам что-то понятно, мы говорим «наше сознание», они говорили «моё сознание», я понимаю, что это такое. И если я экстраполирую этот свой опыт сознания и говорю о Боге, который тоже представляет собой сознание, то я могу по аналогии делать некие выводы относительно того, как устроено также и божественное сознание. Но только аналогии, конечно. И тут всегда есть некая ограниченность этих выводов. Надо всегда понимать, что это всегда своего рода только концепция. Она должна либо оправдаться, либо не оправдаться. Но, по крайней мере, здесь есть некий общий закон, который говорит о том, что порядок небесный и порядок земной один и тот же порядок. Это не означает, что небесный порядок точно такой же, как и земной. Это просто означает, что мы небесный порядок можем воспринять только исходя из порядка земного. Вот мы знаем, как на земле устроено. И других способов нам познать того, как может быть устроено, у нас нет. Пока, да. Поскольку это только наш опыт. И мы выстраиваем тот небесный порядок, который мы хотим познать, исходя из этого земного порядка. Поскольку это есть некая база, на основе которой мы можем понять этот небесный порядок. И поэтому всякий раз будет так получаться, что небесный порядок всегда будет иметь порядок земной. На этом основании всякого рода критики и религии всегда говорят о том, что религия это и есть нечто, что придумано людьми. Почему? Потому что всякий раз они будут указывать на некие аналогии, некого рода примеры из нашей повседневной жизни, которые мы экстраполируем на небо. Получается так, что мы просто земное возносим, как любит говорить Фейербах, на небо и выстраиваем небесное тем способом, что просто гипостазируем земное. Ну а иначе для нашего сознания откровение невозможно. Да, просто факт состоит в том, что эта мысль-то ведь не додумывает до конца-то, что хочет сказать. Ведь суть-то вопроса состоит не в том, что мы как-то из себя что-то там гипостазируем и превращаем в небесное. А суть-то состоит в том, что небесное другим способом к нам прийти не может. Наоборот, небесное активно, оно к нам стремится, но просто формы, в которых оно может воплотиться в нашем понимании, в нашем знании, только те формы, которые нам доступны. Да, доступны нам только земные средства, и мы только с помощью земных средств понимания можем на самом деле это небесное ухватить. То есть логика обратная. Не мы что-то там экстраполируем, а просто другого способа нам понять на самом деле небесное нет, кроме как используют эти земные средства. Потому что других средств у нас нет. А нам понять что-то надо. Поэтому я говорю еще раз. Каждый раз мы будем когда обсуждать все-таки божественное, будем ссылаться на эти вот некие аналогии. И вообще говоря, вот эта аналогичность, она существенная часть богословия. И без него богословие никуда двинуться не может. И любое богословие всегда именно ограничено вот этой антропомофтностью. Она всегда говорит о том, что наши выводы о том, что представляет небесное, оно всегда ограничено. И ограничено нашими самими же нами. Самими же нашими способностями, возможностями. Так вот, теперь, если мы понимаем Бога как сознание, то мир находится в Боге, мы находимся в Боге, но мы часть мира. Мы пока сейчас до человека не доходим, мы пока говорим о таком самом широком смысле, просто про мир. Мы часть мира. Это мир находится в Боге, все одухотворено. Это означает, что все одухотворено. То есть и камни, и природа, имеется в виду живое растение, животное, мы и прочее. То есть все наполнено Богом. Вот есть тезис такой в богословии, что Бог присутствует во всем. Вот это и означает, что в том смысле присутствует во всем. Как вот наше сознание присутствует во всем. Но у неживой материи у нее есть свойство. То есть это элемент сознания. Даже у каждого атома есть свои свойства. Теперь вот хотелось бы немножко на другой разговор, опять же, связанный с мышлением, перейти. Здесь можно подойти просто к вопросу о сознании еще с двух позиций. Я просто не хотел бы сейчас излагать философию сознания, для того, чтобы не усложнять богословие. Потому что можно это просто отдельно изучить, кому интересно. А вопрос состоит в следующем. Вот у Декарта есть две субстанции. Субстанция мыслящая и субстанция протяженная. И он объединяет эти две субстанции тем способом, что говорит, что именно субстанция, божественная субстанция, есть объединение этих двух субстанций. На самом деле этот разговор имеет параллель в том, что представляет собой познание. Потому что познание осуществляется следующим способом. Оно из восприятия, а восприятие представляет собой нечто пространственное. Оно созидает некое знание, которое представляет собой связь понятий, некую логическую структуру. То есть из ничего-то пространственное оно созидает нечто абстрактное, нечто логическое. Ну, эта проблема связана с тем, каким образом вообще возникает у нас знание. Потому что знание это есть нечто логическое, некая связь понятий, а то, что мы знаем, представляет собой нечто пространственное. И вот посредником в этом, просто у Канта такой вопрос есть, что представляет собой этим посредником, какие способы мы наши понятия проектируем мир, или можно было бы сказать по-другому, каким образом мы созерцание приводим к понятию. Объекты созерцания приводим к понятию. Вот для того, чтобы это сделать, для того, чтобы разнородное восприятие и мышление свести в некое одно, то есть как бы свести одно к другому, необходима некая третья почва. И вот эта третья почва, объединяющая, должна обладать свойствами обеих, некое основание. Можно было бы здесь привести пример такой. Для того, чтобы вообще две сущности разнородных свести друг к другу, необходима некая общая почва для них, общая основание. И вот этим общим основанием является сознание. В познании эти почвы является сознание, потому что сознание, с одной стороны, представляет собой нечто пространственное, и оно выходит к восприятию. Оно представляет собой схему, на самом деле. А с другой стороны, оно представляет собой нечто абстрактное, нечто существующее также в мышлении. Так вот, если возвращаться к Декарту, то что важно? Когда у Декарта говорит о том, что есть две субстанции мыслящие и протяженные, и Бог является их объединением, то на самом деле это тот же самый разговор о том, как осуществляется познание, только просто высказанное в другой форме. Так вот, Бог этот и есть сознание, даже у Декарта. Если Декарта осмыслит это, потому что если бы этим общим основанием Богом было бы только мышление, то не случилось бы тогда объединение. Почему? Потому что получилось бы так, что протяженные субстанции всегда редуцируются к мыслящим. А это на самом деле запрещено, поскольку эти две субстанции и обе субстанции являются равнозначными, и обе должны сохраниться. Только в этом случае возникает отношение. Ведь если мы одну субстанцию редуцируем к другу, то мы теряем просто эту субстанцию. Ведь всякая редукция, она уничтожает то, что редуцируется. Так вот, если бы такой редукции не было, основание должно быть отличаться. От этих двух субстанций. Значит, у нас основание, которое объединяет мыслящую субстанцию и протяженные, должно быть чем-то третьим. И вот у Декарта этот третий является Богом. А на самом деле, если мы вдумаемся и возьмем, допустим, пример Камбер, то этим третьим является сознание. То есть уже у Декарта можно рассказать, что Декарт приходит к выводу, что Бог есть сознание. Не только мышление. Нет, дело в том, что действительно Декарт и Гегель, и даже, наверное, и Фихт, ну, не различают мышление сознания. Вообще говоря, различить это достаточно сложно. Хотя у всех есть термин сознания, и он отличается от термина мышления. Но тем не менее, почему-то в каких-то предельных отношениях всегда эти термины схлопываются. Ведь, например, Гегель говорит с одной стороны о духе, а с другой стороны о абсолютной идее. То есть он говорит, что абсолютный дух, абсолютная идея. Ведь абсолютная идея – это нечто, принадлежащее к мышлению, а абсолютный дух – это нечто, принадлежащее к сознанию. А он их отождествляет. То есть он на самом деле говорит, что абсолютная идея и абсолютный дух – это одно и то же. Но вот здесь вот всегда возникает какая-то странность. Ведь странно ведь, что мы, не различая дух и идею, да, или различая мышление и сознание, тем не менее пытаемся их отождествить. Это ведь странно. Почему мы сначала что-то различаем, а потом говорим о том, что оно отождествовано? Дело в том, что просто у Гегеля это связано как раз с теологией. Почему сознание в итоге отождествляет с мышлением? Это чисто теологическая проблема, реально, потому что ему нужна тотальность некогда, и вот эта тотальность она достигается на почве мышления. Если говорить о терминах Декарта, то получается, что у Гегеля вот эти две субстанции, протяжённые и мыслящие, они объединяются на почве мыслящей субстанции. То есть Гегель вот эту редукцию осуществляет на самом деле, и теряет в самом вот эту протяжённую субстанцию. У него так и получается, у него всё свойство к некой логике. Но на самом деле, чтобы её сохранить, нужна вот эта третья. И вот эта третья является сознанием. И вообще говоря, то, что я сейчас говорил, что есть протяжённое, есть мыслящее, а есть и общее основание сознания, это является парадигмой того, что представляет собой сознание. Если это правильно понимать, то в этом задержится ключ всего – и богословие, в смысле богословия сознания, и философия, в смысле философия сознания. Это, собственно, и есть сама ключевая мысль, что есть некое общее основание. И раньше это общее основание пытали, не могли понять, в чём оно состоит, если взять спиноза опять же. Не очень понятно. У него как бы субстанция одна, и есть два атрибута. Атрибуты мыслящие, это будет протяжённое, но у Бога там даже бесконечное число атрибутов, но не важно. Всё равно не высказано, что же это такое, вот это као-зу-суи, что это такое. И у спиноза получается, что это као-зу-суи точно так же мыслящий. И вот чтобы осознать, что это общее явление сознания, требовалось некое движение. И вот это движение, оно нетривиально, что ли. Для того, чтобы это сделать, необходимо было проделать определённого рода работу, чтобы отсоединить сознание от мышления. Вообще говоря, для того, чтобы вообще провести различие между сознанием и мышлением, требуется достаточно сложная процедура, сложная работа. Я говорю, что сейчас мы её осуществлять не будем, будем считать, что она понятна. Но кому интересного, пусть я обратиться к тому, что я рассказывал о философии сознания. Ну давай, Валя, действительно вернёмся к вопросу о совести. Давай. Ну, совесть – это элемент сознания, да, очевидно. Совесть – это элемент сознания. Как и всё остальное, поскольку всё находится в сознании, вне сознания ничего нет. Как и всё остальное. Мы можем различить и сказать, что мышление – это более новый элемент, а совесть – более трем. Пускай. Пускай даже так. Но просто сам факт состоит в том, что кроме совести, кроме вот элемента, связанного с переживанием, поскольку совесть относится к переживаниям, к неким инстинктивным, к нашим инстинктивным отношениям. Есть другие способы взаимоотношения нас и мира. С позиции мышления, воображения, с позиции сознания. Но важно другое, что вот является ли… можно ли сказать, что совесть является зовом Бога? Можно ли так сказать? Или всё-таки совесть – это просто зов коллективного, бессознательного или просто коллективного? Мы живём в коллективе, и мы понимаем… Мы не можем только ничего сказать. Мы просто не знаем. Не, но есть же версия, что совесть является способом, каким человек себя сам ощущает в коллективе. И если он чувствует, что он принадлежит этому коллективу, и исполняет все нормы и предписания этого коллектива, то совесть у него чисто, и он чувствует как бы внутреннюю самосогласованность. А если вот он чувствует, что он нарушает эти нормы и предписания, то он чувствует угрызение совести. А что значит утратить совесть? Ну не знаю, можно ли утратить совесть? Вполне. То есть совесть – это как бы элемент коллективной жизни. Совесть возникает как некий способ самоощущения человека в коллективе. И своего рода как самоощущение человека в воде, и самоощущение человека в семье. Понимаешь? То есть есть некие внутренние наши самоощущения. Да, мы же не сами по себе существуем. Поэтому совесть, с одной стороны, так же как бы свободна, как и мышление. Понимаешь? Но с другой стороны, совесть как и мышление, оно связано с Богом. С Богом связано все. Нельзя сказать, что совесть является каким-то зовом Бога. И в то же время можно сказать, что и совесть, и мышление – это все как бы связано с Богом. Понимаешь? То есть тут нельзя как бы совесть отличить как-то и придать ему какие-то вот такие свойства, что вот именно оно является зовом Бога, а все остальные свойства сознания – они как бы вот там… уже чисто человеческие там или там сами по себе существующие. Нет. Так нельзя мне кажется сказать. Ну это ты высказываешь некое пожелание, как можно сказать и как нельзя сказать. А мы же говорим о том, как на самом деле, пытаемся, точнее, говорить о том, как на самом деле. Ну, давай вот со стороны свободы за этим. У совести есть свобода какая-то. Мы говорим, что в мышлении есть свобода в том смысле, что в мышлении мы свободны. Совесть – это, я же говорю тебе, это скорее способ, каким мы… Но наше мышление – оно же логическое, там свобода есть вообще, по крайней мере. Ну, пускай оно логическое, но оно… мы в мышлении… Мышление – это и есть способ, каким мы свободно существуем. Мы… то, что мышление является наше мышление. Восприятие является твоим восприятием. Ну вот ты выстраиваешь какую-то логическую… Восприятие является твоим восприятием. Если там все логично, можно ли это как-то оспорить? А если не логично? Восприятие – твое восприятие. Вот видишь стул. Сделай, чтобы вместо стула там был не стул. Посмотри так, чтобы там был не стул. Можешь это сделать? Не можешь. А в мышлении ты можешь одну мысль помыслить, а потом перейти и взять другую помыслить. Вообще не мыслить. Понимаешь? В одном направлении, в другом направлении мыслить. Можешь мыслить ошибочно там, можешь криво, косо, как угодно. Понимаешь? То есть там нет того, что представлено тебе и дано. Мышлений вот этой данности нет. Там, конечно, есть некое поле, по которому можно двигаться. Но в некотором отношении из-за того, что в этом поле ты можешь выбрать любое направление, в этом и состоит свобода. Что в поле мышления ты можешь выбрать любое направление. Восприятие тоже может повернуться в другую сторону. Но ведь куда бы ты ни повернулся, тебе все дано. Понимаешь? Тебе все дано в восприятии. Ты полностью здесь определяем со стороны окружающего мира. А в мышлении ты можешь что-то определять. Ты можешь что-то придумывать. Можешь как-то двигаться. Одну мысль говорить, другую мысль рассказывать. Можешь даже ошибаться. Можешь даже законы логики нарушать. Это ничему не мешает. Мышление, реальное мышление и нормативное мышление там. Это разные вещи. Ты сейчас говоришь, что мышление является обязательно логическим. А почему мышление является логическим? Это непонятно. Только как на самом деле мы мыслим. Мы не мыслим согласно законам логики. Мы как-то по-другому мыслим. Наше движение в логике оно другое. Но мы можем свое движение потом сверить с неким нормативным движением. Как бы надо было бы двигаться. Найти какие-то основания. Выстроить из них какие-то… А в совести есть свобода? В совести нет свобода. По моим понятиям совести это своего рода переживание. Любое переживание возникает с нами. Мы в нем не свободны. Ну тогда это зов Бога. Это нечто нас охватывает. Как любое переживание. Вот переживание страха. Возник у тебя переживание страха. А ты что, в этом переживании свободен что ли? Оно тебя захватило. Оно даже не твое переживание. Понимаешь? Оно на тебя напало. Оно на тебя напало. Вот ты вдруг ощутил страх. Инстинктивное. Ну и инстинктивное. Это просто другие другое слово. Ну страх ощущает себя. Это тут некоторые привары. Так же и совесть. Да. Совесть это своего рода. Что может мучить всех, но некоторые это перебарывают. Совесть это из разряда вот таких же переживаний. Только просто страх это более примитивное переживание, более базовое. А совесть это более уже надстроенное над этим переживанием. Первичное. Есть некие первичные переживания, а есть вторичные переживания. Но эти вторичные переживания они связаны с коллективной жизнью. То есть совесть это ощущение? Так получается? Только лучше говорить переживание. Или чувство. А страх? Страх это тоже переживание чувство. Чувство. Внутреннее чувство. И мы что будем теперь анализировать все переживания нашего сознания? Зачем? Они же все различные. Просто мы говорим о том, что совесть из переживаний ближе всего к сознанию. То есть карту сознания нам нужно проанализировать получается все переживания. Но если тебе интересно, то можно проанализировать все переживания. Мы будем этим заниматься что ли? Можно. По идее этим занимается, например, экзистенциализм. Он утверждает на самом деле, что существо человека как раз находится в этих переживаниях, в их социалах различных. И они пытаются анализировать человека с этой стороны. Но нам необходимо это сделать, чтобы карту заполнили. Может и необходимо. Тут много есть всякого рода вещей. Действительно, можно изучать, пытаться понять. Вообще говоря, подойти к человеку с позиции переживания. Вообще говоря, что тут любопытно? Что в переживании есть некая подлинность бытия. Потому что переживание, оно… В переживании человек не свободен. Ну, в этом и состоит подлинность. Если ты не свободен, то это означает, что это не ты придумал. Вот прям мышление или, допустим, воображение. Ты можешь что-то придумать. Да. Поэтому то, что ты придумаешь, оно не является чем-то подлинным. Понимаешь? Оно просто будет твоей выдумкой. А подлинным для тебя является только то, что с тобой случается, что ты сам не придумываешь. Подожди, но воображение, допустим, ты тоже не можешь придумать. Чего-то такого. Ой, да мы сейчас не обсуждаем, как воображение надо. Это понятно, что… Это дело… Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в принципиальном отличии. Там есть свобода. В переживаниях свободы нет. Мы не можем по заказу переживать. Мы переживаем, на самом деле, всегда бытие. Всегда переживаем бытие. В переживаниях нам и дан Бог. Поэтому я тебе и сказал, что совесть понимается как зов Бога. И Бог дан в переживании. Есть такой момент. Не только совесть, а вообще все переживания получаются. Ты заметь, на самом деле, что любопытно, что все переживания, что Бог дан и через переживания, и через мышление, и через другие способности. Потому что надо всегда рассматривать не какую-то частную отдельную способность, а многообразие способностей, с помощью которых мы можем что-то постигать. Послушай, но в других мы свободны, а в переживаниях мы не свободны. Да какая разница? Важно состоит в том, что… Да какая разница здесь колоссальная. Раз мы тут не свободны, значит, это истина. Такой вывод можно сделать. Просто вопрос состоит о том, что переживание слишком просто. Мы не можем, на самом деле, в полноте понять, что такое это переживание. Ведь мы хотим к этому отнестись с позиции этики, с позиции некого сознательного выбора. Осмыслить хотим. Если ты будешь только в переживании жить, то на самом деле и в этом переживании, кроме самого переживания, ничего нет. Так получается, животные переживают, они в истине. Еще раз говорю, что они, может быть, и в истине, но истина, которая… Но у них нет свободы, потому что нет мышления. Да дело не в этом. Человеку доступны более высокий тип истины, а не только истинные переживания. Конечно же, и в переживании есть истина, и в восприятии есть истина. Везде она есть. Только в некоторых отношениях она… Сейчас поясню свою мысль. Что лучше, быть в переживаниях, но в истине? Или быть в мышлении, но заблуждаться? Да я не знаю, что лучше. Просто надо не об этом говорить, что лучше, а что лучше. Здесь выбора нету. Выбора нету. Вот и все. В человеке есть и то, и другое, и третье. Выбора нет. Как это… Откуда у тебя взялся выбор? Ты взял одно противопоставил другому. На каком основании-то? Если все… Я не понимаю, о чем ты говоришь. Потому что все внутри одного сознания. На каком основании ты что-то одно противопоставил в сознании другому? У животных нет мышления. Они выяснили. Да неизвестно, что есть у животных. При чем есть вообще животные-то? Вообще мы не знаем. Каждая апелляция к животным – это вообще смешная апелляция. Это только может быть просто в качестве некого примера. Почему? Мы знаем, что у них есть ощущения. Страхам присущи. Совестям присущи. Ничего ты. Но может быть. Здесь присущи страх и совесть. Может быть. Просто это не существенный разговор. Какие ты животные там? При чем здесь вообще животные? Что, когда ты говоришь, отпилируешь животным, что ты хочешь указать? На что? Да, на что? Я тебе поставил вопрос вот какой. Что лучше – быть в ощущениях, в истине или в мышлении заблуждаться? Я не знаю. Я не знаю. Ты опять весь вопрос свел к какому вопросу об истине? Ну да. А вопрос истины – это вопрос мышления. Ну сколько раз уже по кругу-то ходить? В вопросе… В сознании нет такого вопроса об истине. Возникает только там, на самом деле, где, возможно, ошибка. В сознании ошибки нету. Понимаешь? Там просто даже и вопроса такого нет. Мне стало понятно, почему был такой путь среди христиан, как упроститься. Слышишь? Они хотели уйти. И даже Христос говорит – будете как дети. Понимаешь, да? То есть, слушайте голос ощущения страха, совести и так далее. Нет? Нет. Может быть. Это один из способов. Это истинный голос. Один из способов понять, почему нет. Можно и так понять. Но только ты пойми на самом деле, что ты, когда так понимаешь, ты создал некую теорию, с помощью которой хочешь что-то понять. Что ты еще с помощью этой теории можешь другого сказать? Это. Ведь каждая теория, я говорю про эффективность, она же требует как бы некого продолжения. Можешь ли ты еще что-то добавить? У нас листовой, является ли совесть зоом Бога. У нас получилось, что является. Остальное – это иллюстрация просто. Я объяснил. Даже если это является зоом Бога, я объяснил. Нам недостаточным является. Потому что у нас есть другие способы, более изощренные, более… При помощи мышления… Более разработанные, понимаешь? При помощи мышления… Которые показали свою эффективность в виде науки. Вот наука показывает эффективность мышления. Что получается? Мы слышим голос совести, при помощи мышления мы можем либо перевести этот голос на язык как бы разума, или же мы можем так проинтерпретировать все, что, в общем, не услышит этот голос. Исказительный. Ну и что? Ты просто разбирайся, как сознание работает. Такое впечатление, когда ты первый раз услышишь, что такое совесть. Это старый же разговор о том, что такое совесть. Это же совесть, на самом деле, является переживанием. Вы джанцу промысливать как-то? Раз уж мы этим занялись. Я вот промысливаю. Может смешно, конечно. Да нет. Я говорю не про смешно. Я имею в виду, что совесть, то, что она является зубом Бога, это старая, как мир метая мысль. И зубом Бога она является именно потому, как ты правильно знал, что мы в отношении совести, мы не можем управлять этой совестью. Она нами управляет. Точно так же, как любое переживание, как страх, радость и прочее, которые на нас находят, и мы находимся в их власти. И в этом отношении она является некой достоверностью. В чем нельзя ни сомневаться, ни считать, что это некая ошибка. Получается, что чистое сердце, которое взря от Бога, это люди, у которых… Да отсюда никаких далеко идущих выводов не следует. Никаких. Вот как ты хочешь сделать, конечно, можно оставаться на этой простей и простенькой теории, что совесть – это и есть все, и ничего больше не надо. Нет, нет, нет. Отсюда просто ничего дальше не получится. Нет, я так не считаю. Еще же есть страх, и там куча других. Да при счете есть страх. Вопрос как раз создает подняться еще выше, подняться на уровень мышления. И еще выше, на уровень сознания. Выше подняться, выше. А благодать – это что за ощущение такое? Тоже какое-то ощущение. Наверное, радости. Ну, радости, да. Ну, а как? Радость. Купил какую-нибудь игрушку? Вот тебе радость. Есть разная радость. Есть радость как бы от игрушки действительно там, а есть радость особого рода. То, что называется благодатью. Ты пойми на самом деле, для того, чтобы разобраться во всех этих ощущениях, нужно тоже долгая практика. Ты думаешь, что понимаешь… Вот, допустим, мы говорим, страх, радость – это же такие топорные различения. Ведь внутри каждого страха можно различить, например, ужас есть, да. Есть испуг, а есть, допустим, тревога, да, там. Или, допустим, радость. Есть ликование, есть там… Паника. Нет, ну, есть там… Паника там… Паника. Есть ликование, есть радость, тихая радость есть, понимаешь. Есть как бы там улыбка, как это улыбка есть, там. «Улыбнул» говорят, или прочее. То есть, это не только градации в смысле интенсивности. Но это еще и часто градация смысла смысла. Как ты начал говорить, паника, или, допустим, я говорю, тревога. Это не совсем страх, понимаешь? Одно дело страх, а другое дело тревога. Здесь есть нюансы. Вот эта нюансировка, на самом деле, она к нам приходит ведь со стороны сознания. Это ведь мы когда подняли все эти ощущения выше, там с ними разобрались, и вниз и обратно спустили эти слова. Понимаешь, это мы сейчас понимаем, на самом деле, и каждое отдельное переживание как-то маркируем. Мы, на самом деле, уже в мышлении спустили сюда, для того, чтобы разобраться со своими же переживаниями. Потому что, в принципе, можно просто переживать, без всяких слов. Знаешь ли ты эти слова? А, допустим, переживать ревность. Просто, без слов, что это ревность. Просто переживать ее, и все. Находиться в ней, быть во власти этой ревности. Но мы, поскольку человек не может быть только переживающим человеком, человек так же бывает и для всей мыслящей человека, и несознающим человеком. Он является некой цельностью, потому что переживание только часть человека. В человеке также еще и другие многое что. Так вот, поскольку вот этого многое что есть, нельзя его редуцировать только к совести, как только к переживанию. Хотя совесть важна. Совесть это тоже понятое переживание. Ты сказал, что человек переживающий, человек мыслящий, человек сознающий. Переживающий понятно. Еще есть воспринимающий, еще есть человек воображающий. Но просто, как правило, воображение нам не очень существенно. А вот у тебя в данном контексте сознающий, это что значит? Сознающий, это значит человек, если брать религиозную под основу, то это человек соотносишь себя с другими людьми. Потому что когда ты с другими людьми себя осознаешь, это соотносишь. Просто когда ты соотносишь себя с другими людьми, то ты выступаешь как некая целостность сознания. Как целостность выступаешь. Не просто мышление. Ты же не выступаешь как просто мышление, не выступаешь как просто переживание. Ты выступаешь как целостность, как тело и со всеми своими атрибутами. И вот сознание – это некий такой уровень взаимосоотношений, где все остальное сразу становится атрибутами его. Я же говорил уже про то, что есть две протяженные субстанции. Что такое протяженные субстанции, если брать человека? Это просто наше тело. Мы в пространстве как-то, как-то, протяженные. Что такое мыслящая субстанция? Это понятно, это наше мышление. Кстати, с нашим телом связаны переживания. Потому что переживания и восприятие – это все относится к телу. Почему? Потому что мы в них не властны. Это все некие функции нашего тела. И вот как эти две функции соотнести? Как соотнести телесность человека и его духовность? Точнее, лучше говорить, его способности, мысленные способности. Они соотносятся на базе духа. Просто слово «дух» в духе как бы не различает мышление и сознание. На самом деле дух – это сторона сознания. Потому что дух – это не логика. Дух – это вот именно субстанция сознания. Так вот, на базе духа все вот эти вот наши многообразия, они сочленены. И мы вообще понимаем, что такое тело отдельно. Мы понимаем, что такое, допустим, я, да, субъект отдельно. И вообще может все это различать, и может совмещать и прочее, прочее. То есть сознание – это есть некая база, на котором что-то различено и в то же время, на самом деле, объединено тем самым, что различено. Потому что… Понимаешь, вот ты вот каждый раз адресуешься к некому мышлению. Вот то, с помощью чего мы пытаемся сейчас обсуждать вопрос, не обязательно является мышлением. Ну да. Я уже об этом думал, на самом деле. Я уже думал об этом. Является ли всякий раз, когда я о чем-то размышляю мышлением? Не очень понятно это. Почему? Потому что, по моим представлениям, все различия, какие существуют у нас, все различия из сознания. Потому что сознание представляет собой некую схему, схематизацию. Именно оно дает нам различия. А мышление – это, на самом деле, способность отождествления. Удержание чего-либо, как тождества. То есть, почему все законы мышления – они законы тождества. А равно А и прочие другие законы. Все они, как правило… Можно проанализировать и показать, что все они законы отождествления. То есть, у нас есть две функции, которые работают параллельно. Одно нечто различает, а другое их отождествляет. Отождествляет в том смысле, что это удерживает как одно и то же. Вот, например, восприятие – я вижу стул. Но я его отличаю от всего вокруг. Но что даже его отождествляет, что он тот же самый стул. Вот удержание того, что стул тот же самый, на самом деле, это и есть работа мышления. Но она работа мышления и не восприятие. В восприятие – я просто вижу этот стул непрерывный, поэтому он тот же самый. А это, когда я пытаюсь о нем рассуждать, я удерживаю его как нечто. И вот удержание его как нечто в понятии – это и есть работа мышления. Каждому человеку приходилось хотя бы раз в жизни сталкиваться с другим человеком, который в ответ на какие-то размышления говорил, что понимать-то я понимаю, но не сознаю. Понимаешь, Валь, что тут проблема? Проблема состоит, почему сознание выше мышления? Потому что для мышления, если стоять на позиции мышления, все превращается в мышление. К чему бы мышление не подходило, все становится мыслью. Мышление смотрит на стул, и стул становится некой идеей стула, то есть мыслью о стуле. Мышление размышляет, скажем, о чем-нибудь еще, о звездном небе, и звездное небо становится мыслью. Потому что мышление может схватывать все как способность, Только то, что ему доступно, а доступны ему только мысль. Мышление находится внутри мышления, оно как бы является неким ощущением потатальным. И никуда по- build'ы мышления никакие они покинуть не может. Так устроено мышление. Азартным, то же самое, со восприятием. Восприятие всегда находится на восприятии, и никуда покинуть оно его не может. Но просто мы про восприятие об этом не говорим, потому что восприятие, оно не является для нас свободной способностью. Мы не можем воспринимать, а бы как нам нравилось. А воспринимаем мы определенным образом. Мы определены, нам восприятие все дано. И поэтому про восприятие мы тоже самое не говорим. А мышление в каком-то отношении является свободной способностью. В том смысле, что мы можем выбрать направление, в котором двинуть свое размышление. И поэтому про мышление мы об этом говорим. Так вот, почему сознание выше мышления? Потому что сознание это та способность, которая понимает разницу в самой себя, как сознание и мышление. который понимает разницу между мышлением и восприятием, который может удержать различия и не свести его к самому себе. Нужна такая способность, которая удержит все в различении ей. Если бы мы были бы мышлением, если бы мы ассоциировали себя только с мыслящим, мы бы все свели к мышлению, и все, исчезло бы все, осталось только бы одно мышление. И это проблема того, что остается только одно мышление. И есть проблема классической философии от Канта до Гигеля. У них проблема в чем состоит? Что все становится мышлением. Ничего кроме мышления-то нет. Все. Гегель показал просто на самом деле, что все стало мышлением, тотальность мышления все сожрала. Компьютер может мыслить, а сознавать не может. Ну, решать фогическую задачу он же может двигаться там. Заложили в него алгоритм, ну пошел. Это же мышление. Ну, наверное, да. Это, наверное, мышление. Но вопрос даже... А сознавать он не может. Вопрос не в этом состоит. Вопрос состоит в том, что как раз сознание может сохранить все различия. Именно сознание сохраняет различия между мыслением и восприятием, между самим сознанием и мышлением. Вообще все различия, которые могут удерживаться, все различия взяты из сознания. И поэтому мы на самом деле правильно должны ассоцировать себя с сознанием. И более того, мы всегда это так и делаем, что мы всегда ассоцируем себя с сознанием. Мы только бывают... Ну, и отдельные люди, да, мыслители, то, что называется, могут себя ассоцировать с мышлением. Но на самом деле они не таковы, поскольку по факту это невозможно. Спасибо. 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 Спасибо.